Всем добрый вечер. Четверг, 8 часов вечера. С вами программа «Искусство возможного» и я, ее ведущий, Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях первый заместитель, главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Добрый вечер, Татьяна Игоревна. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы скорее экономическая. Мы ее сформулировали как политика и либеральная экономика. В последнем номере журнала «Эксперт» вышла статья группы авторов в главе с Валерием Фадеевым, главным редактором журнала, под названием «Консенсус не достигнут». Из-под заголовка очевидно, что статья носит программный и в то же время резко остро-полемический характер. Вот под заголовок «Госпособствующая в России экономическая школа не способна обосновать промышленный рост». О положениях этой статьи я также о ее подоплеке и, если угодно, бэкграунде, включая исторический, я бы сегодня и хотел поговорить с нашей гостьей. Я прав, что это в каком-то смысле манифест? Ну, скорее, манифестом была статья полугодовой давности, она называлась «Мы ничего не производим», где мы подвели, ну не итоги, а скорее сделали очень серьезные оценки уровня производства разных наших товаров. А эта статья была задумана как возможность, собственно, сначала мы хотели собрать все те посылы экономической политики, которые стали уже привычными за последние, не знаю, 10-15 лет и которые, как нам представляется, мешают развитию. И когда мы их собрали, оказалось, картинка интересная и оказалось несложно выступить с ясными такими противопоставлениями этим посылам. То есть получается программный политический, полемический документ, своего рода манифест, но вот все-таки хотелось бы понять, причем я подозреваю, что хотелось бы понять не только тем, кто статью не читал, но и в том числе тем, кто ее читал, как это ни парадоксально, то есть понятно, что это во многом манифест против, скажем так. Так против чего? То есть, просто хотелось бы уточнить для наших слушателей, против самого Вашингтонского консенсуса, судя по названию статьи, или же речь о том, что его положение, вольно или невольно, использовали неолиберальные экономические мыслители российские, положив их в основу разрабатываемой стратегии 2020. Потому что вот говорить непосредственно о Вашингтонском консенсусе, применительно к России в особенности, сейчас было бы довольно странно, все-таки после выработки этого консенсуса прошло почти четверть века, и более 20 лет мы худобедно живем в условиях рыночной экономики. Вот нет ли тут некоторого противоречия? Да нет, Вашингтонский консенсус это просто скорее для остроты. Пусть оказалось, что все те положения, которыми руководствуется наша в значительной степени экономическая и либеральная общественность, они все 10 положений входят в Вашингтонский консенсус. Это показалось просто интересно и забавно само по себе. А протестуем мы, конечно, против этих положений, которые сегодня тормозят экономическое развитие. Ну вообще, конечно, смешно, поскольку у вас тут первая же фраза статьи, что и породил мой предыдущий вопрос. Нет, мы не пытаемся уличить своих оппонентов, следуем Вашингтонскому консенсусу, после чего последовательно критикуется именно положение, которым следствие. Не кажется ли вам, что тут есть некоторые, так сказать, противоречия? Это всего лишь ирония. Окей. Так, понятно. Так, и какое отношение и к консенсусу? Там очень часто употребляется слово «мемы». Либерально-экономические мемы, критики которых, собственно, посвящена статья. Имеется в виду мем в каком понимании? В обычном интернетовском сетевом или не в полне? Ну, фактически в сетевом, то есть это конструкции, логические умозаключения, которые уже не обсуждаются, которые воспринимаются как абсолютно достоверные, независимо от того, так это или не так. То есть, если угодно, некая аксиоматика, да? Да. Ну, тогда возникает вот какой вопрос. По всей видимости, речь идет о вольном или невольном совпадении того, что придумали в Америке 25 лет назад, в 89-м году, с одной стороны, да? И с другой стороны, тем, чем сейчас занимаются наши господа экономисты. А чем это можно объяснить? То есть, грубо говоря, возможно, вариант, что люди просто, мягко говоря, позаимствовали все эти положения. Возможно, вариант, что просто совпали, потому что great minds think alike. Такси-грейд в данном случае. Как можно это интерпретировать в данном конкретном случае? Я думаю, что просто произошло две вещи. Первое, в момент, собственно, становления российской экономической системы, люди, которые, начиная с Гайдара и далее, определяли экономическую политику, экономическую теорию, они реально следовали этим положениям. Тогда это, по крайней мере, было логично. Это абсолютно логично было, естественно. И за это же время, с одной стороны, совершенно исчерпала себя экономическая школа советская, которая так или иначе работала с народохозяйственной системой, что-то вокруг этого строилось. И не сформировалось ничего нового. И, собственно, мы в основном против того, что не сформировалось ничего нового. И никакие другие западные подходы, западные теории, которые существуют, не только не внедряются, они даже не слышатся, они отвергаются не только действующими экономистами, а даже говорящими экономистами, как вообще возможные. То есть правильно ли я понимаю, что при том, что за 20 лет в правительстве, в экономическом блоке правительства произошла неоднократная, скажем так, ротация кадров, в головах у людей примерно то же самое, что лежит там 20 лишних лет назад, когда действительно речь шла о развивающейся экономике, которую нужно было перевести с плановых рельсов на рыночную и, соответственно, сделать ее максимальную перестройку, если угодно. И тогда это было логично. Но с тех пор, грубо говоря, дух в кабинетах таков, что человек приходит, попадает под обаяние этого ужасного духа и действует в соответствии с рецептами, условно говоря, Гайдара и его американских советников в образце 1991 года. Дело не в духе кабинетов, а дело в духе экономических умов. Все-таки. Дело не в кабинетах, а именно в умах. И сегодня вы можете поговорить с любым экономистом, экономическим обозревателем, за исключением очень узкого круга. И вы услышите, что денежное смягчение непременно приведет к росту инфляции. Инфляция — это большая опасность, что не существует спроса на деньги и прочее. Вы услышите это везде, а не только в правительственных кабинетах. После Гайдара и во время Гайдара люди все были перепуганы тем, что реально была гиперинфляция, галлопирующая инфляция, когда, условно говоря, ценники в магазинах менялись два раза в сутки, например. Может быть, это действительно такая страшная вещь? Галлопирующая инфляция, безусловно, страшная вещь. Мы с вами ее прекрасно помним. Но, начиная с 2000 года и включая сегодняшний момент, инфляция ежегодно снижается. Ее темпы роста упали с 25% до 7%. При достаточно высоких темпах роста денежной массы, при развитии экономики и прочее, вот этот феномен должен быть проанализирован. Из него должны быть сделаны какие-то выводы. А этого не делается. Мы сейчас находимся просто кардинально в другой ситуации. Галлопирующая инфляция сегодня невозможна. Некоторый рост инфляции сегодня не опасен. Мало того, он маловероятен. То есть инфляция перестала быть настолько ключевым показателем состояния макроэкономики? На мой взгляд, да. А какие показатели выходят сейчас на первое место? Ну, кроме банальных вещей типа роста ВВП. Я считаю, что ключевым показателем сегодня является темп роста денежной массы или монетизация российской экономики. То есть количество денег в обращении сегодня невелико. И впервые за 15 лет темпы роста денежной массы у нас упали до темпов роста номинального ВВП. Это значит, что у нас сегодня существует жесточайшее денежное ограничение на развитии. На мой взгляд, это является ключевым параметром. И, собственно, поэтому и возражение все время против инфляции. Потому что против этого стоит вопрос, а у нас будет инфляция. Так вот, я утверждаю, инфляции у нас не будет. И надо проанализировать, что было всего лишь в предыдущем десятилетии. Я понял. Нет, я, собственно, прекрасно помню, что заклинания, что главное, чтобы не было инфляции, почти, извиняюсь за выражение в духе, чтобы не было войны, звучали в 90-е, это понятно, и вовсю звучали в нулевые. Правильно ли я понимаю, что тот дискурс, который мы обсуждаем, он характерен и властям, придержащим в сфере экономики, и в то же время наиболее мейнстримовым, если угодно, экономическим журналистам, экономистам-ученым, экономистам-экспертам. Ну, грубо говоря, если угодно, высшей школы экономики и лично товарищ Ясин. Да, конечно. А как с этим бороться, скажем так? И бороться ли? Ну, на самом деле, дискуссии вокруг этого идут, и вот в течение последнего полугодия была дискуссия вокруг Центрального банка относительно его роли и возможности перераспределения его усилий, в том числе в сторону усиления влияния на экономический рост. Это один как бы спектр борьбы. То есть институциональные изменения на уровне, соответственно, ключевых институтов, извините за тавтологию. А второе направление работы с этим, это, собственно, смысловая работа. То есть надо показывать другие возможности, другие реалии. В частности, то, о чем я уже сказала, о том, что происходило за предыдущие десятилетия, почему это происходило, вытаскивать других западных экономистов и так далее. Понятно, спасибо. Значит, соответственно, у нас возникает вопрос, каким именно способом нам бороться с засильем. И у нас на связи известный экономист Михаил Хазин, с которым мы сейчас и свяжемся, если вы позволите. Алло, Михаил, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Да, здравствуйте. Михаил, добрый день. Мы беседуем с Татьяной Игоревной Гуровой и обсуждаем недавнюю статью в журнале «Эксперт», которая, собственно, посвящена критике современной российской экономической школы как неолиберальной. У меня к вам вопрос. Считаете ли вы, что в нашей экономической науке, как в теоретической, так и в практике, имеет место засилье именно, условно говоря, неолиберальной школы? И если это так, то как с ним следует бороться? Наука вопрос сложный. Я же не являюсь академическим ученым. Но в практическом плане тоже имеется это же засилье. То есть это относится к их... Да, вот в административных органах, да, там практически сплошное засилье, так называемых либералов. Это, конечно, приводит к крайне негативным последствиям. Вообще любая монополия, она негативно сказывает. То есть проблема может быть и не в том, что они плохи, а в том, что они монополисты, да? Ну, конечно, естественно. Понял. Ну и все-таки, Михаил Леонидович, а существуют ли какие-то способы борьбы, я уже не знаю, снизу, сверху, чтобы эту монополию каким-то образом разрушить? Потому что антимонопольная служба нам тут не поможет. Я работал на госслужбе в период института Лейцина. Могу сказать, что он никогда не допускал монополии в своем окружении. Ведь это результат уже двухтысячных годов. И, конечно, это приводит к крайне печальным последствиям. Не говоря уже про то, что вся эта нелиберальная школа, она, в общем, у нее крайне плохие результаты. Например, эта школа до сих пор не смогла внятно сформулировать причину нынешнего экономического кризиса. То есть то, что они говорят, это просто жалкое зрелище. И как следствие возникает совершенно замечательная ситуация. Все крупные российские экономические форумы, на которых вообще много происходит, тут недавно будет в Петербурге, они, в принципе, обходят в тему экономического кризиса. И это совершенно поражает. Но это выглядит невероятно смешно. То есть самая главная тема современности, она игнорируется. Причем у нас это мы просто видим своими глазами, но то же самое и в мире происходит. Ну, посмотрите какой-нибудь там Давос. Там уже никто не говорит о причинах экономического кризиса. Или посмотрите вот нынешние, посмотрите на фаммиты Евросоюза. Там тоже не говорят о причинах экономического кризиса. Какое душераздирающее зрелище. Я бы сказал, такое немножко мистическое. Все понимают, что ее кризис никто о нем не говорит. Большое спасибо, Михаил Леонидович. На этом мы с вами прощаемся. Я напомню, у нас в эфире был Михаил Леонидович Хазин, экономист, публицист, руководитель компании экспертного консультирования «Неокон». И я напомню немножечко, как минимум, алармист, который постоянно обещает нам кризис и ужас. Вы разделяете позицию, Михаила Леонидовича, по данному вопросу? По поводу кризиса и ужаса. Он говорит, что никто не говорит про кризис, а кризис на самом деле очень даже есть. И почему они не говорят, непонятно. Видимо, по злоумыслию. Ну, мы действительно не вышли из кризиса, и мир не вышел из кризиса. Это типичное состояние такой рецессии после длительного роста. Но алармизм, не знаю. Мне кажется, что сегодня существует такой напор новых технологических решений в очень важных отраслях промышленности, которые мог бы обеспечить нам очень быстрый рост. Почему, собственно, так важно изменить, собственно, монетарную политику. Я думаю, что, по сути, мы находимся вот вблизи такой переломной точки, и именно поэтому возникает этот напор. Могу объяснять? У нас сейчас как раз небольшой перерыв. Я, конечно, очень хотел бы узнать, в каких отраслях идет речь. Мы об этом, несомненно, поговорим, поскольку, если я правильно понимаю, тут же есть две концепции. Одна очень, грубо говоря, медведевская, то есть какие-то абсолютно инновационные отрасли, о которых никто ничего не знал, биотехнологии и так далее. Вторая точка зрения, условно говоря, очень условно говоря, путинская, это точка зрения, что акцент это на реиндустриализацию, точку зрения, которую, если я не ошибаюсь, разделяете вы, их коллектив, журналы «Эксперт». К этому вопросу мы вернемся. Более того, после перерыва, я думаю, нужно будет все-таки идти в содержательную часть и более подробно поговорить о самом Вашингтонском консенсусе, о тех положениях, которые мы обсуждаем. Я напомню, что это программа «Искусство возможного». У нас в гостях первый заместитель, главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова, телефон в студии 84956510996, и мы уходим на перерыв. Мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что с Вами Сергей Ильин, и у нас в гостях первый заместитель, главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Телефон в студию 84956510996, и мы обсуждаем тему современной либеральной экономической школы в России. И вот то, о чем мы как раз говорили непосредственно перед перерывом, какие все-таки отрасли заслужат того, чтобы сделать на них упор в рамках того, что сейчас модно называть экономикой развития. Идет ли речь о реиндустриализации и, так сказать, дополнительном развитии, может быть, инновационном старых отраслей, типа той же, допустим, например, нефтепереработки, или речь о каких-то совсем же революционных прорывах, такого плана, как биотехнологии, нанотехнологии и прочее. Вот что более актуально? Это смотря в каком перспективе к этому относиться. Вот у нас недавно была на конференции Карлотта Перес, такая очень известная дама, сейчас считается главным мировым специалистом по технологическим укладам. Она высказала простой совершенно тезис. Развивать надо все. У нас огромная страна, соответственно, у нас огромный внутренний рынок, у нас много населения, у нас большая территория и так далее. И она просто позиционирует все три вещи, которые вы сказали. Текущий технологический уклад ИКТ нужен нам для того, чтобы быть в современности. Прошлый технологический уклад, индустриальный, нам нужен для того, чтобы иметь сильную промышленность. Мы не можем быть страной со слабой промышленностью. И будущие типы биотехнологий нам нужен для того, чтобы вписаться через 10 лет в международное разделение труда. То есть это такая стратегическая перспектива. То есть просто все размазывается без каких-то приоритетных направлений. Просто тут нет, то есть что понимать под приоритетом. Приоритет это куда государство выделяет деньги, на чем сегодня концентрируется внимание. Это, ну как бы я поэтому сказала, это разные перспективы. Ну скажем так, на все денег не хватит. Поэтому на что-то хватит, а на что-то не хватит. На что-то нужны деньги, на что-то нужны технологические коридоры, на что-то частный бизнес сам справится и так далее. То есть прежде всего надо отказаться от идеи, что мы делаем какую-то маленькую красивенькую экономику, постиндустриальную или очень инновационную. Нам нужна большая экономика. Вот в статье, о которой я говорила, что мы ничего не производим, мы просто сделали простое сопоставление подушевого производства товаров в разных странах. Например, в фармацевтических товарах мы производим на душу население в 66 раз меньше, чем в США. Вообще один к одному мы производим только сырье. Все остальное мы производим очень мало. Мы к чему это говорили? К тому, что нормальные страны обладают мощной индустрией. И не только сырьевой, но и перерабатывающей, разумеется. Большой, очень мощной индустрией. И мысль, которая была актуально высказана в 90-е, и что, по-моему, Гайдаром как раз, что ничего страшного, мы все купим за счет валютных доходов, не надо нам развивать легкую промышленность, оказалось ошибочной. Мы должны иметь и свою легкую промышленность, и свое машиностроение и прочее. Это к вопросу о широте приоритетов. Если говорить узко, локально, то сегодня существует очевидная потребность в развитии инфраструктуры. И в этой точке сконцентрированы новые технологические решения, которые находят частный бизнес. Я понял. Спасибо на звонок в студию. Звонит Альберт. Альберт, здравствуйте. Какой у вас вопрос к нашей гости? Скажите мне, пожалуйста. Ну, гости, конечно. У меня вопросов нету. Добрый вечер. У меня там несколько комментариев, что либеральная политика нам принесла очень много бед. В качестве примера можно сказать, что полностью разрушена наша промышленность, если полностью в России. Ну, не полностью. Начинает легкой промышленности, кончая автомобилистроения всем остальным. К сожалению, мы вообще перестали что-либо производить. У нас на текущий момент все вводится в китайский. Даже некоторые товары, которые написаны, сделаны в России, на проверку оказывается, что сделаны в Китае. Что, и «Жигули» китайские? Ну, «Жигули», скажем так. «Жигули» — это дотационный завод, который... Понятно. Ну, собственно, если я ничего не путаю, то, что сказал наш гость, чуть ли не дословно совпадает с вашей статьей. Но не является ли это некоторым преувеличением? Но что касается автомобилей, то есть моя собственная точка зрения. Я, например, считаю, что предприятие, находящееся в городе Тольятти, должно быть сровнено землей и закатно асфальтом. После чего тогда должны быть биты осиновые колья. Но при этом у нас же, в общем-то, выпускаются, грубо говоря, лицензионные автомобили, те же «Форд Фокус» и так далее, вплоть до «Семерок» BMW, и вроде их качество более-менее адекватное. Во-первых, я не согласна насчет «АвтоВАЗа», потому что люди ездят на этих автомобилях, и непонятно, зачем уничтожать завод. Вообще нельзя понять, зачем надо уничтожать завод, если он развивается. Я это говорю как потребитель и как эмоциональный потребитель. Что касается автомобилестроения, оно медленно развивается. Говорят, что достаточно медленно идет локализация. Хотелось бы ее ускорить. Ну да, это направление есть. Тем не менее... Но у нас же все-таки не чистая отвертка сейчас. Ну, немножко не чистая отвертка. Но в Калужской области. Если говорить о Калужском кластере... Тем не менее, даже в Калужском кластере локализация идет не теми темпами, которые ожидались. Но вообще, в принципе, вот такой подход к развитию автопрома, это правильно или нет? Потому что, честно говоря, я просто не вижу другого. В данном случае нам некуда деваться. То есть, судьба ЗЛК, условно говоря, и прочих заводов показывает, что без опоры на мейджоров ничего просто не получается, да? Просто это потерянная культура, и она будет возрождаться в течение пары десятилетий, и тогда видно будет. То есть, правильно ли я понимаю, что у нас во многом клонирует ситуация конца 90-х, когда понятно, что углеводороды, какое-то другое сырье типа никеля, и ВПК. И на этом, грубо говоря, производство как таковое заканчивается. Дальше, в лучшем случае, сектор услуг. У нас действительно раздут сектор услуг. У нас 25% ВВП составляют торговля, то есть мы вместо индустриальной... Торговля и услуги, или именно торговля? Именно торговля. И это очень много для такой страны, как мы, вот с такой территорией, с таким промышленным бэкграундом и так далее. Что касается промышленности, то она локализованно поднимается, но хочется большего, и она готова к большему. То есть, правильно ли я понимаю, что теория известна уже даже не 20, а, наверное, 25, а то и 30 лет назад, что чем больше народу занято в третьем и четвертом секторах, тем лучше, эта теория не выдержала испытания временем. Чем больше доли третьего и четвертого секторов. Ну, это же очень интересная вещь. Она же началась, вы имеете в третьем и четвертом секторе, это торговля и услуги. Торговля, услуги, финансы, адвокаты и так далее. Ну, просто это же уходит корнями в начало промышленной революции. В начале промышленной революции, когда оказалось, что можно, собственно, людей избавить от тяжелого труда, возникла идея, человека, освобожденного от труда. Она отчасти выродилась в коммунистической концепции, а в тщательной экономической концепции Лэй-Жи-Фэй, это, по-моему, называлось. И последовательно, за счет увеличения объемов капитала, технологического капитала, происходило, соответственно, освобождение труда. И это было мечтой. Но это не значит, что можно не иметь ни того, ни другого, ни технологического промышленного капитала, и нетрудящихся, соответственно, работающих в промышленности. У нас же, у нас не было инвестиций в капитал в течение, ну, более-менее серьезных инвестиций в течение 20 лет. Ни одна промышленность не может этого выдержать. Ну, как же. У нас, если я не ошибаюсь, где-то в году 2010-м, первый раз с 80-х годов построили какую-то свою нефтепереработку на территории России. Правильно. Ну, я и говорю, практически не было. Я не сказала, что совсем не было. Ну, практически не было. А с чем это связано инвестиционный климат и налоги? Потому что, вот я прекрасно помню эту историю с нефтепереработкой. Ну, ладно, там еще кто-то там покупает, там, условно говоря, нефтеперерабатывающий завод в Литве. Но когда начинают строить нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси, это же выглядит вроде как совсем абсурдно, поскольку теоретически в Беларуси инвестиционный климат хуже. А это связано с тем, что у нас очень мало денег в стране. И я возвращаюсь к теме, собственно, ограниченного предложения. А тогда каким образом российские финансово-промышленные группы где-то находили деньги, чтобы построить нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси или реконструировать, как, по-моему, тот же Мозырьский. И полностью отсутствовало строительство и даже реконструкция нефтепереработки в России, при том, что это весьма рентабельный бизнес. Сейчас, во-первых, он не очень рентабельный. Во-вторых, сейчас НПЗ начали строить достаточно активно, как раз у нас недавно по этому поводу тоже был материал. По-моему, Роснефть в Владивостоке. В целом проблема... Ну, вы спросили, почему у нас не было капитальных вложений. Я говорю, что у нас не было капитальных вложений, потому что у нас очень мало денег. У нас мало денег, которые могут быть вложены на 10, 15, 20 лет. Поэтому у нас высокая цена этих денег. Это главная проблема сегодня. Вы имеете в виду кредитные ресурсы, длинные, естественно, и дешевые. Да. Это более-менее понятно. Тогда такой профанический вопрос. А вот у нас пишут, что у нас наши олигархи самые олигархисты. И перечисляют суммы десятки миллиардов долларов. Правильно ли я понимаю, что там практически нету кэша, и речь идет именно об активах, которые куда-то перевложить физически невозможно? Ну, грубо говоря, возьмем конкретно Прохорова, который перед кризисом продал свою долю в Норникеле и вышел в чистый кэш. Насколько я помню. Он ее, правда, достаточно оперативно куда-то переинвестировал, но был момент, когда у него на руках было несколько, по-моему, порядка 9,5 миллиардов чистого кэша, которые он мог инвестировать куда угодно. Вот они, деньги, деньги-то есть. Причем именно деньги. Вы спрашиваете, почему он их не инвестировал? Я думаю, что у него не было хороших идей, как говорят предприниматели в этих случаях. Нет, но я просто к тому, что это какое-то глобальное исключение, и, как правило, в активах крупных предпринимателей финансово-промышленных групп кэша практически нету. Ну, это же не кэш. Я говорю о количестве денег в обращении. Ну, вот у нас монетизация, то есть доля денег к ВВП 50%. Нормальной стране она 100%, 200%. Просто их мало. То есть традиция, имеется в виду в экономике в целом. В экономике в целом. Не у каждого конкретного гражданина. То есть это вот та самая либеральная мода максимально сжимать денежную массу. Сейчас уже не актуально, поскольку они опасаются перегрева в экономике, и вместо этого мы получаем остужение, если я правильно понимаю. Конечно. И так уже давно. Понятно. Так. И теперь вот я... Меня слушатели могут обвинять в том, что я брожу вокруг да около. Я напомню, что эта программа искусства возможна у нас в гостях. Татьяна Гурова, телефон в студии 8495651099.6. Так вот. А, собственно, у нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня Вячеслав зовут. Вячеслав, очень приятно. Смотрите. Мне тоже очень приятно. По поводу инвестиций. Все говорят вот сейчас, что в нас не вкладывают инвестиции и так далее и тому подобное. Хочу вам сказать, что вкладывать инвестиционный климат сейчас у нас, несмотря на то, что заявляют, что он хороший, я считаю, что достаточно плохим. Почему? Потому что инвестируются всегда средства для того, чтобы получить прибыль. Соответственно, для создания рабочих в тех же мест, производств и дальнейшего получения прибыли из продукта. Если в нас инвестировать средства для постройки тех же самых заводов, там, различных продуктов, в любом случае нас задавит Китай своей дешевой рабочей силой. Поэтому что нужно сделать нам? Это, первое, закрыть свои рынки, развивать самостоятельно производство и, как это не странно, ВТО, в который мы только недавно попали. Спасибо, у нас пошли помехи в связи, но я услышал самое, на мой взгляд, интересное. Вот товарищ предлагает для подъема, условно говоря, индустрии и всего остального максимальный протекционизм. Я, во-первых, не совсем понимаю, насколько это возможно в условиях вступления ВТО, но, в принципе, сама идея протекционизма хороша или нет? Я думаю, что нет. Я думаю, что сегодня мы находимся в том состоянии, когда нам этих радикальных, стоя радикальных шагов не надо предпринимать. Я вот попытаюсь объяснить. Сегодня мы достаточно глубоко изучаем компании. Существует достаточно большое количество компаний, которые успешно развиваются. За счет транспарентности технологий они владеют современными технологиями. Они готовы заниматься качественным автодорожным строительством, качественной реформой ЖКХ. Под это на рынке, на частном в том числе, найдутся деньги. Надо создавать такие вот сетевые проекты, которые объединяют новые технологические решения, успешные компании и новые финансовые инструменты. Вот это позволит раскрутить сегодня машину экономического роста быстро и без каких-то отходов собственно от либеральных концепций. Не от неолиберальных концепций, а от либеральных концепций. Именно за это мы выступаем. Выступаем за то, что сегодня нам требуется совершенно иной уровень квалифицированности решений и подходов, которыми мы пока не овладели. Мы должны стремиться овладеть современными технологиями развития финансового рынка, развития промышленной системы. Понял, спасибо. У нас еще один короткий, наверное, звонок. Андрей, слушаем вас. У нас достаточно мало времени. Алло, добрый вечер. Добрый. Вот недавно, ну буквально, может быть, пару недель назад министр Силуанов выступил с таким предположением, что российская экономика грозит перегрев. Вот любопытно узнать сегодняшний, значит, ну, сегодняшних реалиях, чтобы это могло, ну, скажем так, на либеральном языке, значит, перегрев современной российской экономики. Все понятно, понятно, спасибо. Ну, у меня такое, честно говоря, ощущение, что мы на этот вопрос уже ответили, да? То есть нас пугает неким перегревом, в результате чего ограничивает денежная масса со всеми вытекающими из этого последствиями. Но тот вопрос, который прозвучал, вот у нас где-то минутка еще есть, до второго перерыва. Что они вообще имеют в виду под перегревом? Что имеют в виду под перегревом лично товарища Силуанов, например? Можно ли ответить на это вопрос? Не знаю. Я думаю, что имеется в виду опасность все той же инфляции. Я думаю, что имеется в виду, что если мы будем накачивать спрос, то возникнет, соответственно, рост цен на самые разнообразные ресурсы, на аренду, я не знаю, на что еще, и, соответственно, будет высокая инфляция. Имеется в виду только это. Так, вот, кстати, тема спроса мне в высшей степени неинтересно, поскольку ситуация любопытна. С одной стороны, стимуляция спроса, о которой вы говорите, с другой стороны, но это мы уже обсудим после перерыва, в вашей статье, статье эксперта, критикуется по позиции, условно говоря, то ли вашингтонцев, то ли современных наших либералов, на то, что ориентация на рост внутреннего рынка бесперспективна. вот с одной стороны, один тезис, с другой стороны, другой. Тут, как мне кажется, есть некоторый конфликт мнений, но если позволите, к этому вопросу мы вернемся после перерыва. Я же тем временем напоминаю, что эта программа «Искусство возможно». У нас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Татьяна Гурова. Телефон в студии 84956510996 и мы уходим на короткий перерыв. Еще раз добрый вечер. Третий заключительный блок. Я напомню, мы беседуем с первым заместителем главного редактора журнала «Эксперт» Татьяной Гуровой. Телефон в студии, напомню, 84956510996 и у нас еще один звонок. У нас ведь довольно много звоноков. Фарид, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. У меня вот последняя фраза ваша по поводу того, что нужно вернее не развивать внутренний спрос, а походить на внешние рынки. Ну, скажем так, что у нас нету товаров, которые мы можем поставлять на внешние рынки. Как раз нужно делать икор на внутренний рынок, а не на внешний, так как Россию никто не ждет. Спасибо. Я услышал. Ну, на самом деле, насколько я помню, ни я, ни моя гость этого не говорили. Раз. Два. Если я правильно понимаю, вот именно то, что у нас как раз-таки производится, а именно продукция ВПК и углеводороды очень даже неплохо продается за рубеж, а вот тема ориентации на внутренний спрос, вот это именно то, к чему я хотел вернуться. И так я напомню, в качестве одного из мемов или мифов в статье в журнале «Эксперт» и именно говорится, что ориентация на рост внутреннего спроса бесперспективна, это миф, а на самом деле ориентация на рост внутреннего спроса это очень даже правильно. Вот, наверное, этот тезис нужно каким-то образом расшифровать нашим слушателям, а тут я уже даже сейчас вижу, что возникло небольшое, но неполное понимание. Ну, просто здесь имеется в виду, что существует огромный внутренний спрос, который сегодня прежде всего связан с реконструкцией, с развитием, с модернизацией инфраструктуры, дороги, недвижимость и, соответственно, все там ЖКХ-шные сферы. Это огромный, невероятно совершенно размер рынок. Ну, один ЖКХ, по-моему, там триллион или что-то. Да, если сегодня этот рынок находится в очень сложном и уже опасном состоянии. По жилью, с учетом, значит, некоторого демографического роста, у нас скоро негде будет жить, соответственно, все остальное у нас находится либо в неразвитом, либо в полуаварийном состоянии. То есть, если сегодня создать там то, о чем я говорила, какие-то достаточно масштабные, но системные проекты, то это будет просто взрыв промышленного роста. Он даст колоссальные возможности и нашей промышленности, и людям зарабатывать денег. Он резко улучшит качество жизни, потому что мы, соответственно, нам будет где жить, и у нас упадут арендные ставки на жилье и так далее. То есть, вот это сегодня локализовано, и есть тот объем внутреннего спроса, на который надо делать ставки. А дальше видно будет. А есть ли понимание, вот именно если говорить о сфере ЖКХ, потому что в ЖКХ у нас традиционно творится какой-то чудовищный бардак. Вот тут уже алармистами выступают практически все, что не сегодня, завтра трубы в Москве и в других городах лопнут совершенно точно, поскольку им по 20 лет. При этом делаются какие-то попытки как-то с этим бороться, то есть создаются какие-то там и что еще нужно сделать. Ну, как раз есть подвижки в тех регионах, где этим достаточно плотно занимаются по там случайному стечению обстоятельств или нет мэры. И сегодня существуют технологические решения, которые позволяют обеспечить строительство труб, закладку труб быстро, качественно, с колоссальной экономией по потерям тепла и прочее. Это один из тех проектов, о котором мы как раз и говорим. вот таких технологических проектов. Во-первых, это делается. Во-вторых, для того, чтобы это сделать более масштабно, просто надо его описать и скомпоновать, соединив технологии, компании, которые этим занимаются и финансовые инструменты. Спасибо. Еще звонок в студии. Сегодня очень много звонков. Сергей, слушаем вас внимательно. Слушаю вас. Добрый день. Добрый вечер. Я вот что хочу сказать. Вы знаете, вот я довольно-таки давно слушал ваше радио, да, оно мне нравится, но по поводу вот нынешней передачи, того, что я слушаю, ну, знаете, мне кажется, ну, как-то надо готовиться, наверное, к теме и так далее, потому что те вещи, которые вы говорите, ну, это вообще ни в какое ворота не лезет. Ребята, вы чего? Спасибо. Вот, Татьяна Игоревна, как вы думаете, это кого критикует? Вас, меня? Думаю, меня. На встречу со слушателем Сергеем следует приходить подготовленным. Возвращаясь к теме спроса, правильно ли я понимаю, что Китай, который исключительно удачно пережил вот недавний мировой экономический кризис, пережил чуть ли не исключительно за счет того, что сумел переантироваться с экспорта в какой-то момент на внутренний рынок? Ну, там же это тоже огромный, вот там он действительно огромный, безразмерный практически. Ну, у нас он тоже огромный. Когда говорите действительно огромный, вы что имеете в виду? Там народу на порядок больше живет. тем не менее, у нас тоже действительно огромный, и нам хватит для того, чтобы развиваться. Возможно, не знаю, не занимаюсь экономикой Китая, но выглядит это вполне логично, потому что, соответственно, предыдущий цикл роста дал им рост среднего класса, и его потребности могли вполне поддержать внутреннюю экономику. Понятно, спасибо, у нас еще один звонок, опять-таки Сергей, надеюсь, не тот. Сергей, здравствуйте, вы тот Сергей или другой Сергей? Я здесь. Слушаем вас. Не хотите нам говорить? Ладно, хорошо. Так, слушаем вас, здравствуйте. Алло, добрый день, Михаил зовут. Михаил, здравствуйте. Если можно, знаете, какой вопрос ваш гость хотел задать по поводу налогообложения, потому что складывается такое впечатление, что государство сейчас для того, чтобы закрывать дыры в бюджете, будет, ну, уже увеличивать налогообложение предприятий и частных лиц, и делать это дальше. Что именно вы имеете в виду? И получается, по-моему, замкнутый круг, да, что налоги растут, это включает... Какие налоги растут? Минуточку. А каких, как говорят, налогов это? Ну, например, у тех же специальников, которые... Акциз? ...что у них налоги растут больше. Потом вот эти вот социальные выплаты, которые на бизнес сейчас складут, увеличивают. Хороший вопрос, между прочим. Как в этой всей парадигме ожидать вообще какого-то экономического роста? Нефтянки на жизнь как раз не жалуются. Я понял ваш вопрос, спасибо. На самом деле нефтянки тоже жалуются. Нет, нет, жалуются-то они жалуются, естественно жалуются. Я бы на их месте тоже жалился в независимости. Настолько у них на самом деле все плохо. То есть, понятное дело, что слухи о том, что у них на сегодняшний день там условно говоря там прибыли в размере там 200 процентов это абсурд. Вот, но вот скажем так, и та самая акцизы на углеводороды, и в особенности действительно социальные налоги, у нас же как, у нас уже 12 лет там или сколько там говорят, что у нас самый низкий уровень подоходный налог. Но при этом как-то забывается, что к нему добавляется на налог социальный, совокупный, и в результате все получается далеко не настолько хорошо. У нас однозначно очень высокая налоговая нагрузка. То есть нет... Для страны, которая нуждается в развитии, чрезмерно высока. По-моему, у нас 40 процентов налоги в ВВП, а где-то по оценкам, например, Якова Миркина должно быть процентов 30-33 процента. И у нас очень высокая налоговая нагрузка. Расти она дальше, видимо, не будет, потому что ей расти больше некуда. То есть это не душит так, как в 90, когда просто конкретно душило и вытесняло в черный сектор. Нет, это душит. Ну тогда там, по-моему, налоги были там, по-моему, 90 копеек с рубля или что-то в этом духе. Сейчас, кажется, этого все-таки нет. Сегодня налоговая нагрузка душит развитие бизнеса безусловно. Понятно. Спасибо. Александр Налень. Александр, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. На самом деле, я согласен с гостем во многом. Могу, например, своей собственной компанией сказать следующие вещи. Ну, во-первых, то, что у нас чудовищный инвестиционный климат, это, в общем-то, один из мифов. На самом деле, в стране есть, что производить на типографию. Здорово. Я инвестировал за последний год полтора миллиона. До конца года проинвестирую еще полтора миллиона в новое оборудование. Полтора миллиона. Ага, окей. Так. Небольшая типография. Мораль. Ну, вот. Мы покупаем сейчас уже следующее поколение высокопроизводительного оборудования. По поводу производительности труда, которая у нас там в десятки раз меньше, чем у американцев. Я считаю, у меня сейчас она практически 60-70% от американской. Вот так вот. Так. Какой сухой остатки, прошу прощения, я не понял. По поводу сухого остатка. На самом деле, когда мы обсуждаем развитие страны, я могу показать, например, собственной фирмы, как мы развивались. Год три назад мы пришли к тому, что... Так, это слишком длинно. Давайте короче. Короче. Первый вариант. Когда вы дошли до предела своего развития, как мы сейчас дошли, то есть огромный запас за счет развития внутреннего спроса. Мы проанализировали, что мы делаем на стране, что мы можем делать сами, за счет этого, ну, практически в два раза повысили свою... То есть вы просто консолидировали, грубо говоря, собственную управленческую вертикаль. Я понял. Спасибо. Есть какие-либо комментарии или в комментариях тут, в общем-то, особой потребности нет, как вы считаете? Мне кажется, что вот человек говорит, развивается. Человек молодец. Молодец. Я его честно поздравил. Кстати, вот я совершенно забыл довольно забавный момент. Вот главный, так сказать, пойнт статьи, вот то самое запараллеливание между вашингтонскими консенсами и нашими современными либералами. Смотрите, а я тут, между прочим, нашел самого Уильямсона, который говорит по этому поводу, что если речь это направление, включая австрийскую школу, монетаризм, новую классическую экономику и теорию общественного выбора, разъяснил Уильямсон уже где-то, по-моему, в 90-е годы, то я, разумеется, отрицаю, что вашингтонский консенсус является неолиберальным или неоконсервативным. Как нам это понимать, собственно говоря? Цитата из Уильямсона, которая говорит, что если это там неолиберализм, это австрийская школа, монетаризм, новая классическая экономия и так далее, повторюсь, вашингтонский консенсус не является неолиберальным. Отрицаю, что является. По-моему, это какой-то спор о терминах. Очень узкоспециализированный. Хорошо, ладно. Еще раз мы об этом говорили, но мне хотелось бы все-таки повториться. Инфляция. Правильно ли я понимаю, что это уже давным-давно в нынешних условиях экономики совершенно не бич? И людей, которые говорят, что это самая главная опасность российской экономики, желательно, ну, по возможности, как-то упромысливать, я уже не упромысливать, отстраняться от рычагов управления и так далее. То есть, если я правильно понимаю, это уже потихонечку превратилось в крайне опасное заблуждение и один из главных цермозов нашей экономики. Да, конечно, конечно. И действительно, инфляция сегодня не является проблемой. Ну, будет у нас инфляция пять процентов, шесть процентов или семь процентов. Нам будет совершенно все равно. В общем, где-то до десяти процентов никто ничего даже не заметит. Понятно. Итак, мы видим две альтернативы. То есть, условно говоря, то, о чем мы говорили, с одной стороны, гипотетический курс Минэкономразвития на развитие, извините за тавтологию, с другой стороны, курс Минфина, денег нет, денег не дадим. Эта коллизия, как мы уже говорили, у нас, ну, как минимум, с начала нулевых. И сейчас, насколько я понимаю, она может немножко ослабнуть с новыми кадровыми назначениями, но если ослабнуть, именно не в пользу развития. Я правильно понимаю? То есть, грубо говоря, назначение Улюкаева министром экономического развития, человека склонного именно к борьбе с инфляцией и так далее. То есть, не получится ли у нас вместо полезного конфликта интереса между мэром и Минфином два Минфина, скажем так? В правительстве может возникнуть, но поскольку, я же говорил вначале, что ЦБ меняет свою роль и ему, как бы, в большей степени ставится задача отвечать за экономический рост, то сейчас нельзя сказать, какая будет конкретно коллизия. Безусловно, назначение Улюкаева является элементом, сдерживающим возможные шаги по вот каким-то очень сильным, мощным действиям, направленным на развитие. Ну, то есть, грубо говоря, вот я хочу просто пояснить слушателям, на всякий случай, максимально грубо и зримо. Есть мэр, который говорит, давайте денег, и мы будем развиваться, и есть Минфин, который говорит, деньги не дадим, деньги не дадим, и все. Вот, так вот сейчас на мэр приходит человек, который не будет, скорее всего, говорить, давайте денег, мы будем развиваться, и тогда не совсем понятно, а кто же будет, условно говоря, лоббировать развитие. Кто будет это говорить? Я знаю одного человека, который это возможно будет говорить, это Владимир Владимирович Путин, но в рамках правительства, если речь о макроэкономике, не допустим, об ОПК, тут я верю в Дмитрия Олеговича, я просто вообще не совсем понимаю, кто будет выступать на стороне развития, скажем так. Сейчас это непонятно. Так, ну и тогда, Резона, вопрос... Как же мы будем развиваться? Ну да, на кого рассчитывать? Рассчитывать на какие-то новые кадровые изменения или на какие-то волевые решения первого лица государства? Трудно сказать, на что рассчитывать. Я думаю, что будет искаться какой-то вот этот даже не... ну треугольник скорее, президент ЦБ и Министерство экономического развития. Необходимость перехода к экономическому росту, возможность участия в этом ЦБ с точки зрения смягчения монетарной политики и более аккуратная позиция Министерства экономического развития. То есть, мэр будет себя сдерживать и единственное, то есть лучше, чем было до последнего времени уже точно не будет. Остается рассчитывать, чтобы не было хуже. Надеяться, чтобы не было хуже. Единственная надежда в этой ситуации на персону Набиулиной, которая будет возглавлять не просто Центробанк, а Центробанк с функциями регулятора, что дает какие-то дополнительные возможности. Примерно так, хотя сейчас такая степень неопределенности, что трудно вот в этом кругу понятий делать какие-то выводы. Мы, видимо, увидим это осенью. Так, вот, кстати, об осени. Вот, возвращаясь к теме кризиса. Нас постоянно пугают второй волной кризиса. То есть, понятно, что сейчас на лицо некоторые рецессии и так далее. Но вот вторая волна кризиса, она грянет или нет? Потому что мой заместитель по основному месту работы в декабре прошлого года в декабрьском номере уже увереннейшим образом сообщал, что, грубо говоря, там Еврозона просто не доживет до Нового года. Дожила, тем не менее. Потом Греция нас пугает уже ни первый, ни второй год. В этот раз Кипр. Будет ли действительно вторая волна кризиса или, скорее всего, будет вот некое подобие стагнации, которую мы наблюдаем вот именно эти последние два года, плюс спекулятивные ожидания? Кризиса второй волны не будет. Будет рецессия, хотя наши данные показывают как раз по российской экономике, что мы находимся в таком состоянии возле нуля, совершенно устойчиво, никуда падать не собираемся. А ведь упали за последние полгода, насколько я помню, промпроизводство. Оно просто не росло, оно не падало. Не найдет. Вот Нечаев, помнится, он у меня был в феврале, он сказал, что по его данным, ну вот в декабре, да, был какой-то совершенно мизерный рост, а в январе и феврале он что-то говорил, что вроде уже даже... Не было падения. Но вот именно промпроизводство, ВВП-то... Именно промпроизводство падения не было. Ну то есть четко совершенно идет по нулям уже полгода? Ну не по нулям, а выше нуля, там процента 3-4 четко и давно уже. Да, ну просто это мало. Не, ну естественно, грубо говоря, просто зимой был провал, я правильно понимаю? Не было провала зимой. Ну там же рост был какой-то совсем мизерный. Возле нуля, ну провал-то не было. А то, что динамика ВВП выгодно отличается от динамики промпроизводства, это банально за счет того, что все растет и растет торговля и услуги, да? На самом деле она невыгодно отличается, потому что промпроизводство в хорошие времена росло в раза в два быстрее, чем... Это в хорошие времена, в последнее время. Они где-то рядом находятся. Просто на самом деле промпроизводство растет так слабо, что это сопоставимо с динамикой ВВП. Ну 2-3, 3,5 процента. Понятно. Хорошо. Тогда такой более-менее концептуальный вопрос. Смотрите, вот вышла ваша статья. Как мы уже говорили, это манифест и манифест полемический. Что до полемики, вот, например, один из критиков статьи просто отказался с нами общаться, мы хотели выдернуть в эфир, и не получилось. Но прошло несколько дней. Вы видите общественный резонанс? Или пока нет? И какого резонанса вы ожидаете? И, грубо говоря, общественного ли? То есть эта статья, скажем так, она пиарная или джиарная? То есть это вопрос для обсуждения в экспертных кругах или во власти? Понятно, что это все-таки не совсем одно и то же. Кто читатель этой статьи? Ну, на самом деле, и те, и другие. И надо сказать, что у этой статьи неожиданно много читателей. Но это видно по нашему интернету. Довольно много в Фейсбуке. И она лайкается. Мы хотели, прежде всего, я с этого начинала, мы хотим изменить экономический дискурс. Мы хотим сделать так, чтобы в нашей стране можно было говорить о серьезных экономических вещах. Чтобы можно было ставить задачу, анализировать то, что было и почему это было. Чтобы можно было вводить серьезные финансовые инструменты и так далее. То есть это позиционируется, как я понимаю, как некое приглашение, пусть и достаточно жесткое, начало дискуссии. Дискуссии и разработки новых подходов. Просто вы поймите, за последние годы у нас не было ни одного исследования, никаких тенденций макроэкономических, которые сложились в стране за последние 10-15 лет. Мы не интересовались не тем, почему у нас падала инфляция при высоких темпах рост денежной массы. Мы не интересовались тем, почему у нас росло производство при плохом инвестиционном климате. Мы не интересовались тем, почему у нас сегодня такие процентные ставки не другие. Нельзя ничем не интересоваться и рассчитывать на серьезную политику. за счет монополии условно. Да, потому что мы жили в условиях вот этих мемов. С кем не поговоришь, инфляция это зло, деньги должны быть в резервах, спрос стимулировать нельзя, внутренний рынок ничего, это общее место. Если все становится общим местом, рассчитывать на то, что будут происходить какие-то изменения, невозможно. То есть нужна хотя бы, прошу прощения за, может быть, термин кого-то смутит, ревизия действующей аксиоматики, насколько я понимаю, да? Не ревизия, ревизия, то есть эти аксиомы не являются аксиомами. Ну, да, давайте скажем так. Такого не было, кстати говоря, нигде и никогда. Чего именно? Вот такой жесткой аксиоматики? Конечно. Так. И думаю, что это и есть одно из таких серьезных наследий холодной фактически войны, потому что такое вымывание самостоятельного мышления в важнейших элементах, связанных с хозяйственным развитием, ну, это явление странное. Я понял. Ну, как вы планируете или прогнозируете, как будет выглядеть вот эта дискуссия? Будут ли какие-то положительные меры? Может быть, ну, условно говоря, пойдут полуадминистративные рычаги, допустим, это будет рассматриваться, я уже не знаю, в партии «Единой России» или что-то в этом духе. Какие предполагаются дискуссионные площадки, собственно говоря? То есть механизмы, если он понятен. Или в данном случае механизм не обсуждается, а просто сдвинуть с места вот это тяжкий неподъемный груз? Либеральная платформа собирается обсуждать это, если я не ошибаюсь, на следующей неделе, соответственно, вот этот набор постулатов. Но в Госдуме этот набор постулатов не обсуждается, но достаточно много идет обсуждений вопросов, связанных с денежной политикой, с промышленной политикой. То есть изменения есть. И поэтому, к сожалению, общественность экономическая, журналистская не подхватывает такие вещи и скорее со скепсисом относится к любым попыткам более серьезного обсуждения экономических реалий. Я понял. Большое спасибо. И на этой, ну, может быть, немного пессимистической, но и тем не менее, нотой мы заканчиваем сегодня программу «Искусство возможного». Я напомню, что с вами был Сергей Ильин. В гостях у нас была Татьяна Бурина. До свидания.